Всем привет, с вами снова я, Настя. Это третья часть видео. Первая часть это будет про канцелярию. Ну, часть моей канцелярии, которую я... Часть я возьму в школу, а часть я просто показываю, что у меня было из канцелярии. Вторая часть это хендмейд. Там, ну, как на ютубе говорят, диайвай. Там, ну, три вещи пока мне сидела. И там еще диайвай был. Я рассказывала, как делать, что для кукол. Кукольная мебель. И вот в этом видео третья часть будет про моих кукол. У меня их здесь, ну, не очень много, но достаточно. Вот, сейчас я буду... Я снимаюсь на канале своей бабушки Лилии, которую я назваю просто Лиля. Потому что у меня свой канал есть, но я его создала только для того, чтобы писать комментарии. Потом я ищу, потому что не умею ни снимать, ни монтировать, ничего я не разбираю. Я знаю только ютуб и смотрю там постоянно, с самого утра, пока, получается, не разрядится видео. Ну, на улице ты гуляешь? Ну, пока не жарко, потому что сейчас у нас лето и у нас очень жарко в Николаеве. У нас очень жарко. И вечером я посмотрю там пару видео или мультик. Мой любимый мультик «Скуби-Ду». Я его сейчас смотрю. У меня, кстати, каждый год меняются мои любимые мультики. Сначала я любила «Холодное сердце», но я его люблю и сейчас. Теперь я люблю «Скуби-Ду», которую я и тогда, когда я любила «Холодное сердце», я люблю. Ну, и сейчас, в принципе, я тоже люблю «Холодное сердце». Так вот. И вечером я до полдесятого вечера выхожу на улицу. Потому что у нас еще долго светло. Потому что у нас еще долго светло, потому что сейчас лето, а днем я не могу выйти, потому что сильно жарко. Я выхожу где-то в 4-5 часов, потому что у нас днем очень жарко. Ну, не очень. Например, вчера было где-то градусов 38-40 примерно. Я точно не знаю, но знаю точно то, что уже в 9 часов утра было 35 градусов. Ну, ладно, я отвлеклась от теми. Сейчас я буду показывать своих кукол. Вот это моя первая кукла, Снегурочка. И вот ты ее чуть-чуть поближе... Да, вот, да, да. Это моя кукла, Снегурочка. Я не помню, как ее зовут. Но я ее буду просто называть Снегурочка. Мне ее подарил мой крестный. Вот сзади я ей так делаю такую прическу. Вот здесь берете резиночку для плетения. Вот завязываете вот здесь вот сверху хвостик. У нее просто здесь вот одна... Такой вот хвостик получается белоснежной пряди. А потом у нее уже что-то связь... Вот у нее прям белоснежная прядь. А потом уже что-то связь такого... Как... Чуть-чуть такого коричневого еле-еле и белого. Оно смешалось и получились вот такие вот пряди. Вот, вот такие. Я не знаю, как это... Ну, тоже белые, но не настолько белоснежные, как вот это. Вот, берете первый хвостик, потом завязываете вот на кончике хвостик и собираете... Нет, лучше сначала завязать, вот завязать здесь вот хвостик, потом собрать эти волосы в кучу. Сами волосы остальные. Если у вас, конечно, есть такая... Ну, в кучу. Ну, в хвостик. А, в хвостик. Ну, можно это делать на любой кукле. Пожелание. У меня, мне понравилось. Вот это вот я и делала такую прическу. Вот. И потом уже собрать, завязать здесь на конце хвостик. У нее такая вроде и обычная, а вроде и необычная прическа. И мне это так среднее, между обычной и необычной. Это, кстати, я не помню. Вроде бы... Да, это у меня оригинальная от Симба. Вот, это моя вторая кукла, Анна. Это поделка. Это поделочная кукла. Вот, поделка, короче. Потому что... Сейчас я расскажу... А ты еще туфельки не показываешь. Вот. Краткий резонанс. Как от... Ой, ну, у меня здесь покрашено, потому что это поделка, и она красится. Вот. У нее такие туфельки. Вот. И сейчас я вам расскажу вкратце, как отречить подделку, которую я знаю. Я всегда так отвечаю. Теперь стала отвечать после просмотра одного видео. Вот. Как отличить подделку от оригинала. Я просмотрела все свои куклы и нашла там пару подделок и оригиналов. Больше... Вот. У них пахла очень плохая прошивка волос. Вот. Очень плохая. Здесь очень большие залысины. Вот. Это у любых. У Монстер Хай, у Эвер Афтер Хай, у Холодного Сердца. У любых... Ну, у любых мультяшных героев, которые подделки. Повторяю еще раз. Вот. У них очень плохая прошивка волос. И не шарнирные. Вот. У них здесь вот прям шов, как они соединяли пластик. Повышенность. Вот. Такой шов, как они соединяли пластик. Сейчас я вам покажу оригинальную Барби. Вот. Это моя самая первая Барби. У них же такого нет. У них это спрятано. Разве что у тех кукол, которых... Они вот это пытаются спрятать, но у них это не очень получилось. Но у них это не очень получилось, потому что вот у нее вот так вот сгибаются ноги. Не так, как, например, сейчас. Вот, например, не так, как... Хотя нет. У этой Барби это все так. Блин, я пошла за... Помните, у Лили на канале, я ее буду называть Лиля. У нее было видео про котят. И там некоторые написали в комментариях, что вы еще себе и котят взяли. Так я вот вам расскажу. Это мои котята. Просто она тогда к нам пришла в гости и сняла котиков. И выложила. Вот это одна из кошечек. И у нас, кстати, все три девочки. Вот. Какие красивенькие, красивенькие кишки. Вот, мягкие. Ну, ладно, ничего страшного. Вот, это тоже вторая кукла. Это... Она оригинальная. Оригинальная. Ой. Извиняюсь. Это совершенно случайно. Опять же, мое только третье видео. Я еще не до конца научилась снимать, потому что... Я снимаю только... Говорю на камеру, да? Говорю на камеру. Первый... Ну, вот, это... И говорю третье видео, потому что я это снимаю через две минуты. Вот, сначала показала свою канцелярию. Потом показала свою... Свой хендмейд. Или... Ну... Так как на ютубе все говорят, ди-ай-вай. Ди-ай-вай показала. Вот, блин, шерсть мне попала. Вот. И я немножечко отвлеклась. Ну, это как одно видео, просто у меня перерыв. Две минуты я хожу... Я отношу к канцелярию и хожу. Там пошла за хендмейдом и потом вот пошла за куклами. Так вот. Дальше. Как отличить поделку от оригинала? Это будет вкратце. Я это повторяю. Ну, это многие говорят, поэтому я не знаю еще. У них залысины и у них вот здесь вот на ногах вот такие остатки, вот такие вот полосочки. Потому что это же Китай. Это он все делает подделочное. Ну, показываю дальше куклу. Это Барби. Она настоящая, оригинальная. Вот. Моя настоящая, оригинальная Барби. У нее вот так вот вгинаются ноги. Вот так вот. Вот. И я просто волосы собрала в хвостик. Я не помню, какая у нее была самая первая прическа, потому что, когда папа мне ее купил, мне было 4 года. Поэтому я не помню, я ее моментально, ну, не моментально, но где-то через год расплела. И она у меня была с распущенными волосами. Потом я ей, потому что-то, плела косички. И потом это все расплела и сделала вот такой вот хвостик. Это было уже недавно я ей сделала хвостик. А платье на ней оригинальное, как и было при покупке. Моя четвертая кукла, это Анна. Она оригинальная от Диснея. От Диснея. Корону я ей сняла. Вот. Здесь у нее пластиковая, пластмассовая. Здесь сплащ, как у Анны в мультике. Он вот здесь вот так вот расстегивается. Вот так вот расстегивается. И у нее такая юпочка, как в мультике. Моя пятая кукла, это Мокси или Мокси, я не помню. Вроде Мокси. Я не знаю, оригинал это или поделка. Не знаю, у нее бабушка покупала. Нет, все-таки поделка. У нее здесь залысины есть. Вот залысины. Но волосы у нее хорошие, густые. И по сравнению с вот этой вот Анной, у нее прошивка хорошая. Здесь только в некоторых местах. Но это прикрыто все густыми волосами. Поэтому если ты, ну или вы, вот так вот, то это практически незаметно. Вот, если собрать хвост. Не видно. Если собрать вот так вот в хвост. Угу. Или расчесывать, то в принципе этого не видно. Вот если вот именно вот так вот разобрать волосы, то это видно. Все-таки это поделка. Меня иногда Лиля может поправлять, но в принципе это она вырезит. Но... Не, 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 может что-то я не буду вырезать. Вот. Что-то может вырежу. Она мне будет поправлять, потому что еще раз смотрю. Это мои первые видео. Это тоже кукла оригинальная. Я не знаю, от чего она. Это я и сама сделала платье. И с платье, которое мне не понравилось от кухни. Вот. Такое оно. Не очень. Поближе ее покажи. Такое вот кукла. Юбка ей не до конца. Я не знаю, как ее правильно прошить. Поэтому я над ней еще буду работать. Кофточка в принципе получилась. Сейчас я ее разверну. В принципе хорошо. Вот причесочка у нее как-то немножечко сломалась, когда я ее несла. Вот это тоже Мокси. Сейчас я посмотрю оригинал. Это не оригинал. Оригинальная кукла прошивка. У нее довольно хорошая. Да, оригинальная. У нее хорошая прошивка. Это мне ее подарила моя тетя. Которую зовут Наташа. Я ее так собрала хвостик. И все. Вот. Эту куклу мне подарил дедушка. Вот. Это сейчас посмотрю. Это подделка. Я не знаю даже под что ее подделывали. Я даже не знаю. Вот. Следующая кукла. Это подделка под Эльзу. Во-первых. Уже видно. Ты ее покажи. Уже видно то, что это подделка. Потому что у нее очень маленький рост. Оригинальная Эльза была бы ростом вот с эту Анну. А так посмотрите какая у них разница в росте. Видно? И во-вторых. У нее очень плохая прошивка. У нее прям вот даже видно залысины. Они их никак. Повыше. Повыше. Если вот, например, в этих куклах их хотя бы так-то скрывают, то в этой они даже это и не пытались скрыть. Вот это вот самая маленькая куколка. Мне кажется, ее все знают. Просто так, как это куколка, я решила показать. Она есть, мне кажется, у всех. У нее такие очень маленькие волосики. Поближе ее покажи. И эти такие вот очень маленькие волосики. У нее мягенькая голова. Не такая твердая, как у других. Вот. Ее даже согнуть не возможно. Она такая мягенькая-мягенькая. А тело у нее самого твердое довольно. У меня еще есть флора, просто я ее не нашла. Вот. Такая же поддельная Эльза. У нее хотя бы как поскрыли за осины, но их видно. Все равно. Но не так, как у той Эльзы. Такая я вторая. Эльза просто не... Моя тетя, опять же, в прошлом году, бабуля ей сказала, чтобы она купила Анну, а в магазине продавец, который вообще не знает этого мультика, сказала то, что это Анна. Вы понимаете? Это Анна. А это Эльза. И помню, у меня был еще такой случай, когда я еще учил, было в садике, то что там сказали то, что Винкс, все знают, мне кажется, Винкс, ходили, но не Винкс, а ведьмы. Потому что мне хотели дать главную роль королевы, но я заболела. Но неважно. И там сказали то, что эти Альсы, Дарси и Сторми ходили в комбинезонах. Вот это вот нормально. Это вот так и возмущалось. Хоть мне было тогда ей 6 лет, но я тогда возмущалась, прям возмущалась. Не шуми. Вот, это я пошила платье, потому что ее костюм я потеряла. У нее такие очень густые и очень толстые и длинные волосы. Она негритянка. Это единственная моя кукла негритянка. Вот единственная. Вот. Она еще поет. У меня еще была Стелла, но я ее сломала где-то года 4, лет 5 назад. Примерно. Вот. У нее, мне кажется, ну, несмотря на то, что она, мне кажется, так как у нее посерединке вот залысины, у нее довольно очень хорошая прошивка. Я даже думала, что она оригинальная, потому что у нее такие настолько густые волосы, то что не поверишься, что это подделка. Вот. И моя последняя кукла. Это Барби. Вторая. У меня всего лишь две Барби. Вот. У нее еще идет кошечка. Все, мне кажется, знают эту серию Барби. Серию кукол Барби. Там есть Барби с собачкой и Барби с кошечкой. Мне это подарил одноклассник на мой день рождения во втором классе. Только это была Барби с кошечкой. Я ей заплела. Так, два хвостика я расплела опять же. Когда мне покупать какие-то новые куклы, то я постоянно их расплетаю, их оригинальные прически, и заплетаю им свои, которые я их хочу. Вот такая же оригинальная Барби. И, я не знаю, относить это куклу не относить, но... Ну, просто игрушки. Ну, все-таки это игрушка, поэтому я ей решила показать. Это пони мне ее подарила. А повыше чуть-чуть. Мне ее подарила в первом классе моя подружка Юля. Вот такая вот пони. Всем пока. Ну и все, спасибо, что посмотрели видео. Всем пока. Пока.